Их выступление нужно смотреть под чутким наблюдением врачей. Ну или хотя бы с валидолом в кармане. В Москве проходит шестой всемирный фестиваль циркового искусства «Идол». Созвание лучших артистов планеты на манеже соревнуются 24 коллектива из 13 стран. Михаил Паранович увидел первые номера. Первое выступление и сразу же рекорд. Жонглёр из Чехии с данных подач сумел удержать в воздухе сразу семь мячей. Да, может цифра и не впечатляет, но дело здесь не в количестве шаров, а в их размере. Такими жонглировать удаётся единицам. Волуны побольше прокатили по арене джентльмены из Монголии. Вместе с ними одна девушка. Акробаты на огромных камнях совершали такие трюки, что зрители порой боялись открывать глаза. Оказалось, не зря. Но даже это падение, которое чуть ли не стало трагичным, не остановило группу артистов. Неудавшийся трюк повторили, а после совершили ещё более опасный прыжок. Я не могла подвести свою команду. Когда я упала, я ничего не почувствовала. Никакого страха. Я просто понимала, что нужно встать и продолжить номер. У меня не было никаких сомнений. Поиграл на нервах зрителей и перуанский артист. Правда, он это сделал уже специально. В самый разгар выступления акробат сымитировал своё падение. Сначала в зале послышались тревожные охи, но спустя несколько секунд бешеные аплодисменты. И это только первый день фестиваля. Впереди зрители ждут ещё два конкурсных дня и финальное шоу, участие в котором примут только самые лучшие. Михаил Пронович, Александр Неклюдов, МИР24. Кстати, лучших будут определять сразу три состава жюри. Судьбу главной статуэтки золотого идола решат самые известные артисты цирка со всей планеты. Ещё две награды – золотой манеж и золотой зрительский зал вручат деятели культуры, представители СМИ и, конечно же, те, ради кого это опасное искусство и существуют – зрители.